Обязательно надо ее рвать. Не знаю почему, но греки всегда рвут, не ложат целую. Пиццерист Николай, так он сам себя называет, показывает свой первый секрет. Местную начинку нужно рвать. Так он привык за то время, пока жил в Греции и работал в ресторанах. Николай с братьями вернулся в родную курсавку к родителям. Надо жить и зарабатывать. А мечта осталась. Свой ресторанчик в греческом стиле. И в этом помог социальный контракт. Собрал документы, подал заявку и ее одобрили. Николай получил 180 тысяч рублей на свою мечту. Подкрепленную, кстати, бизнес-планом. Купил технику, сделал ремонт в помещении и начал работать. Соцконтракт нам очень помог. Мы взяли небольшое такое оборудование, которое нам не хватало. Это тестово-скатки, взяли новую печь. У нас была печь на замену. Значит, сыротерку взяли, которая нам не хватала для мягких сыров. А еще Николай и братья сделали в заведении свою маленькую Грецию. Весь интерьер своими руками. Таких, как наш герой, с соцконтрактом. Только в Андроповском округе 159 за полтора года. Однако, рассказала глава территории Нина Бобрышева, заявка Николая – одна из самых необычных. На бизнес-мечту, к слову, можно получить от 50 тысяч до четверти миллиона рублей. Кто-то когда-то о чем-то мечтал, но даже не думал, что это возможно сделать. И вот этот стартовый капитал, плюс желание, плюс инициатива со своей стороны. Потому что просто так, конечно, это надо и подготовить бизнес-проект, это подготовить бизнес-план. Это, конечно, огромный труд для того, чтобы это все сделать и потом, естественно, реализовать. Заключить соцконтракт, как герой сюжета, могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума. А еще попавшие в трудную жизненную ситуацию или потерявшие работу. Тем временем на кухне в пиццу отправляем помидоры, грибы, еще сыра, бекон и болгарский перец. Такая вот пицца-ассорди, любимая жителями Курсавки. И в печь на 10 минут. Получилось. Да, получилось. Пицца, значит, очень хрустящая будет, очень мягкая будет. Напомним, глава края Владимир Владимиров в ежегодном послании отметил. В этом году на Ставрополье планируют заключить более 4 тысяч соцконтрактов. На эти цели направили 600 миллионов рублей. Процветание и роста всем начинающим бизнесменам желают Алексей Форсиков и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.